Проект СВИТ «Сказки для взрослых и детей» представляет Григорий Неделька. Поворотный элемент. Читает Олег Шубин. Трое школьников возвращались с занятий домой, когда один из них, Петька Самсонов, заметила на стене бойлерной странный рисунок. «Эй, ребята, глядить-ка!» Он подошел ближе и поманил друзей к себе. Те встали рядом. «Чудное граффити!» — сказал один, Вася Ежов. «Обычная каляка-маляка!» — резюмировал второй, Толян Сидоров. «Ничего вы не понимаете!» — заявил Петька и, ткнув пальцем в рисунок, продолжил. «Это знак!» «Знак чего?» «Какой еще знак?» «Не знаю!» — Петька пожал плечами. «Может, из другого мира или измерения?» «Ха-ха!» — оба его друга засмеялись и наперебой заголосили. «Знак! Ну, конечно! Ври больше!» «Выдумщик!» — обчитался книжек. «Фильмов насмотрелся!» Петька действительно слыл фантазером, но в этот раз он был более чем уверен в собственной правоте. «Не верите?» — он пришурился. «Конечно, нет!» «Когда я вам докажу?» «Как?» — он не ответил, но поставил мысленную отметку. «Больше с ребятами об этом не разговаривать. Все равно не верят». Знак действительно был весьма странный. Смесь линий, прямых и ломаных, самых разных геометрических фигур и всех цветов радуги. Причем те переходили друг в друга удивительно плавно. «Где в этом городе найти обладателя столь необычной краски, с помощью которой можно создать такой поразительный эффект?» «Да и разве кому-нибудь в голову пришло бы подобное дикое сочетание цветов, фигур и линий?» «Кому-нибудь из нашего мира?» Петька был уверен, что знает ответ на этот вопрос. «Конечно, нет!» Этот знак нарисовали они, кем бы они ни были. В этом нет ни малейших сомнений. Он сфотографировал рисунок на мобильный телефон и позже частенько разглядывал, пытаясь разгадать его тайну. Пока что безрезультатно. Погоня за разгадкой настолько увлекла Петьку, что он стал проводить целые часы за письменным столом, записывая в толстую тетрадку все предположения, связанные с таинственным знаком. Родители думали, что он занимается, и паренька это полностью устраивало. Иногда, но с течением времени все чаще, он выходил из дома один и в одиночестве же бродил по улицам и переулкам в поисках новых знаков. Ни родители, ни друзья ни о чем не подозревали. Однажды он чуть не натолкнулся на Вась у столяном, однако успел вовремя укрыться в подворотне. А затем, буквально пару дней спустя, когда надежда найти что-нибудь важное и неизвестное уже потихоньку слабела, Петька вдруг наткнулся на еще один знак. Абсолютно идентичный первому, только меньше размерами. Он был нарисован на фонарном столбе. Вначале появилась мысль, что это чья-то шутка, розыгрыш. Некто прознал о поисках Петьки и срисовал с первого знака его подобие. Мальчик достал телефон и открыл сохраненное фото. Всмотрелся, сравнил, слечил. «Нет», — решил он, — «невозможно до такой степени подробно и точно перерисовать то, что прежде никто не видел. И опять же, откуда бы у неизвестного шутника взялась та самая странная переливчатая краска? А посему Петька заснял новые изображения и поспешил домой». На следующий день история повторилась. Правда, на сей раз знак находился на тротуаре, прямо под ногами. Петька сфотографировал и его. Еще через день он нашел знак на стене дома. Потом на стенке голубятни. На крыле отъездившей машины. На канализационном люке. Люк был приоткрыт и изнутри несло крайне неприятными запахами. Петька сомневался. Но недолго. Мужик он или нет? Кто-то ведь явно зовет его туда, вниз. Кому-нибудь, возможно, требуется его помощь. Поэтому, отбросив сомнения, Петька присел на корточки, поднатужившись, отодвинул люк и спустился по опасной, пошатывающейся лесенке в канализационную утробу. Отсвечивая телефонным фонариком, он двигался по длинному и чрезвычайно мерзко вонявшему туннелю. Темнота настораживала и пугала, но долг перед незнакомцем, угодившим в беду, словно подталкивал в спину. Ориентировался Петька под то и дело попадавшимся на стенах канализации загадочным знаком. Наконец он уперся в тупик. Петька не сразу понял, что это тупик, потому что вместо стены увидел перед собой нечто громоздкое и металлическое. Кто-то копошился внутри, но при приближении мальчика прекратил свою деятельность и выбрался наружу. И взор у юного искателя явилось обрюзгшее, казавшееся даже желеобразным, существо зеленого оттенка. Из округлой головы без шеи торчало несколько подвижных отростков. Многочисленные складки пупырчатой кожи усеивали амебообразное тело. Три широких и круглых белых глаза внимательно пристально глядели на Петьку. Широкий рот оставался неподвижен. Но тут существо заговорило. — Слава огранку! Кто-то меня нашел! Оно попыталось приблизиться к Петьке, но тот отступил назад. — Не бойся меня! — тогда сказала существо. — Да я и не боюсь! — смело заявил Петька. — Понимаешь! — горько вздохнув, во всяком случае так показалось мальчику, продолжало непонятное нечто. — Мне не хватает поворотного элемента. — Поворотного элемента? — Ну да. Это очень важная деталь. Без нее летунчага не схрапывается и не зигует. Что уж говорить о перебоксации. — А ты неплохо знаешь наш язык? — вдруг подметил Петька. — Да уж, — грустно согласилось существо, — было время выучить. Язык не самый сложный, но кое-какие запутанные моменты в нем есть. Тут пришелец еще более заинтересованно взглянул на мальчика. — Слушай, младших, а у тебя, случайно, нет с собой поворотного элемента? А то братья окажутся здесь еще очень нескоро. — Откуда мне знать? — честно ответил Петька. — А как этот элемент выглядит? — Ну, примерно вот так. Существо хлюпнуло, затряслось, и прямо посреди канализации появилось трехмерное цветное изображение незнакомого Петьке устройства. Впрочем, в самом ли деле незнакомого? — Кажется, я могу тебе помочь, — проговорил он. — Да, — обрадовалось зеленое существо. — Да, только у тебя есть отвертка? Просто у папы братья опасаюсь. Если заметят, начнутся расспросы. — Отвертка? — А что это? — Петька объяснил. — Ну, зачем? Вот скажи, зачем ты отвернул ручку у входной двери? — допытывалась мама. — Чем она тебе помешала? И куда ты ее дел? — Что ты молчишь? — Так и не дождавшись от сына ответа, мама возвела очи горе. — Ну вот погоди, придет отец, он с тобой по-другому поговорит. Однако даже после этих слов Петька только и делал, что безмолвствовал. И улыбался. Улыбался, потому что вспоминал счастливое лицо своего нового космического друга, когда тот увидел дверную ручку. А особенно, когда друг ручку подсоединил, и потерпевшее крушение транспортное средство вновь заработало. Потом они попрощались. На ощупь новый знакомец оказался довольно мягким и вовсе не противным. А затем корабль засветился и исчез. — Перебоксировал, — догадался Петька. Видя, что сын ее не слушает и, похоже, опять пребывает в каких-то своих выдуманных мирах, мама всплеснула руками и ушла на кухню. А Петька стоял на месте, не двигаясь, потому что одна картина захватила его разум. Значит, Долян с Васей ему не верили? Сомневались, что разбросанные по городу знаки — это всамделишные указатели, оставленные осторожным пришельцем для глаз того, кто мог видеть и понимать, и кто в конце концов пришел ему на помощь. Но самое приятное, даже несмотря на предстоящую взбучку от отца, случится чуть позже, когда троица друзей вновь увидятся в школе. Петька отведет Васю и Толяна в сторонку, туда, где никто не заприметит, и покажет им свежую фотографию на мобильном телефоне. Фото двух таких разных, но все же нашедших взаимопонимание существ, улыбающегося белобрысого школьника и весело разъявившего рот зеленого инопланетного пришельца. Вообще-то у Петьки, помимо прочего, в кармане лежало средство связи, которое на всякий случай оставил ему новоиспеченный знакомец. Однако об этом мальчик решил не распространяться. А вот интересно, — подумалось вдруг Петьке, — что скажут о нем соотечественники инопланетянина? Скажут там, на далекой, неизведанной и наверняка прекрасной родине этого незадачливого странника. «Вот новый поворот», — сама собой заиграла в голове известная песня. «И мотор ревет, что он нам несет?» Кажется, по крайней мере, у одного жителя Земли наконец-то появилось в жизни что-то вроде смысла. Вы слушали рассказ «Поворотный элемент». Автор — Григорий Неделько. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2022 году. Читал Олег Шубин. Обработка звука. Владислав Каменев. По Rule confessedет ли его сохраняется для швы? По Камеру. Олег Шубин. Продолжение следует...